Все больше времени отделяет нас от 9 мая 1945 года, от того долгожданного мига победы. Все меньше становится ветеранов, тех, кто с оружием в руках отстаивал мир и свободу родной земли. Наш святой долг – отдать дань уважения тем, кто защищал нас от фашистской нечисти. О солдатах победы не забывают, навещают их и поздравляют с великим и поистине святым праздником. Ветеранам Великой Отечественной войны и неважного самочувствия не может посетить общегородские мероприятия, в эти прекрасные майские дни подготовили мини-концерты, с которыми каждому ветерану приехали прямо домой. Здравствуйте, Константин Сеодосевич! С Днем Победы Вас! Крепкого здоровья! Спасибо вам! Здравствуйте! Мирного чистого неба над головой! Всего самого-самого хорошего! Долгих лет жизни! Вы не забываете нас! Живите долго! Живите долго! Константину Феодосиевичу Мельнику сейчас 95. Ему не довелось побывать на фронте. Будучи подростком, он постигал военное дело в тылу, но был готов в любую минуту отправиться на фронт. В 2004 году, во время войны, уже нас готовили на войну. Обучали там нас, там землянки были, нас поселили. Война ишла, но были уже готовы мы на отправку, на фронт. Но тут долгожданная победа. С огромной радостью встречали ее. Правда, тот день для Константина Феодосиевича был омрачен личной трагедией. Пришли на смену, сообщили, что вот война, говорит, кончила. С разводящей пришел, говорит, война кончилась. Да и все так вот. Ну, конечно, радость была потому. А уже было, радости не было потому, что пришло извещение, что уже отец погиб. Вот. В Эстонии. Вот какая была радость. Время лечит. И надо было как-то жить дальше. Вернувшись домой, Константин Мельник трудился на маслосырбазе, где проработал три десятка лет. Старость встречает со внуками и правнуками. Очень хорошо. Всего довольно. Туда у нас не хватало ни продуктов, ни одежи, ничего не было. Вот. Никакой же доставки не было. Представили, но было. Вот. А сейчас? А сейчас мы довольны всем. Мы радуемся. И не думай, когда ты не думала, что мы доживем до такой жизни. В тот день под окнами дома звучали любимые композиции «Катюша», «День Победы», «Синий платочек», «Смуглянка», которые создали особую атмосферу настоящего праздника. Песни прошлых лет исполняли артисты городского дома культуры. Без такого, что мы делаем, я считаю, что это невозможно. Так что мы будем чтить, помнить. И, конечно, с трепетом относимся к ветеранам, потому что без них будем говорить откровенно, еще неизвестно, какая бы была бы, что бы было в стране, что бы было с нами, что бы было, как говорится, везде. Так что, ну, это мы обязаны будем говорить так. И без этого никак. Накануне Дня Победы не приминуло наведаться к ветеранам и руководству города и общественных организаций. Мы вас поздравляем с праздником Великой Победы от имени городского исполнительного комитета, от имени общественных организаций и вообще от всех, скажем, жителей города Пинска. Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы. Несмотря на те трудности и лихолетия, которые вам пришлось пережить, мы рады вас видеть. Говорим вам слова искренней благодарности. Спасибо за все то, что вы пережили, за то, что вы сделали. И, конечно, мы ценим и благодарим, и уважаем, и почитаем тех, кто пережил это время, кто в трудное послевоенное время восстанавливал нашу республику, наш город, нашу страну. Поэтому вам за это спасибо. Таисия Александровна, в городе есть организация Белорусский Союз Женщин. Мы к вам пришли. От нашей организации вам подарок. Здравствуйте, как можно? Подарок вам. Спасибо вам за ваш подвиг, за то, что вы живы. Ну, как, какое. Вы блокаду пережили. Спасибо, что любите нашу Беларусь. Очень. Вы самая лучшая в нашем городе. Самая сильная. Заметили, заметили, заметили. Будьте здоровы, живите еще долго-долго. Таисия Александровна Дьяконова блокадница. Страшно представить, что пережила маленькая девочка. Но она не любит вспоминать то время. Больше говорит о мирной жизни, о том, что Беларусь для нее стала второй родиной. Покойники были, в комнате жили, а потом поэвакуировались, ехали по Ладоге, машина впереди нас утонула. Остались все живы. Захранили, похоронили брата. Вот. Ну, приехали в Сибирь. Конечно, там было ну, холодно, но лучше. Ну, а в 44-м приехали в Венград. Назад вернулись? Да, назад вернулись. Потом вышла замуж, ехала на Камчатку, потом перевели назад родной Пинск. Пинск стал для меня городом родным. Я, во-первых, в Ленинграде уезжая, никого нет. А потом мне здесь все свое. 60 лет, понимаете? Это большое дело. Такие люди, дела, за которых я вот так люблю. Это параллельный народ. Очень добрый. Я живу здесь 60 лет. Передайте всем белорусам, что я их очень люблю. Пока Таисия Александровна признавалась в любви нашему народу, под окна ее дома высадился творческий десант. Для нее столько пережившей, так настрадавшейся в годы Великой Отечественной войны, как и для всех ветеранов, в исполнении концертного оркестра, духовой и эстрадной музыки под управлением Михаила Эгиевича звучит легендарная мелодия «День Победы». Субтитры создавал DimaTorzok